Здравствуйте! Вы смотрите новости премиуси. С вами Руслан Трофимов и сегодня в нашей программе. В Матвея-Курганском районе стало доброй традицией 28 мая всем пограничникам собираться возле памятника. Многие приезжают из других городов, чтобы встретиться со своими сослуживцами. 30 мая выпускники сдавали самый массовый ЕГЭ основной волны по русскому языку. В нем приняли участие 192 выпускника из школ Матвея-Курганского района. В Центре детского и технического творчества подвели итоги учебного года. В программе праздника – выставка работ, концерт, показатели выступления картингистов. И теперь более подробно. В администрации Матвея-Курганского района состоялось очередное планерное совещание. В ходе планерного совещания были, как обычно, заслушаны доклады руководителей службы предприятия ситуации за минувшие две недели. В полицию поступило 183 заявления, из которых 23 с перспективой возбуждения уголовного дела. Раскрыто 14. Остальные находятся в разработке. В основном это кражи. Из нераскрытых у нас получается 9 резонансные. Это село Рясное. У нас неостановлено лицо, подобрал ключ. Из домовладения украли 16500. И две крупных кражи у нас путем и в магазине Большого Кирсанова, путем срыва металлической решетки, украли из магазина продукты питания на 100 тысяч рублей. Это у нас уже кража такая месяц назад была. И в Кубышу ряд краж таких есть. То есть группа работает по продуктам питания. Отмечено несколько случаев пищевого отравления у детей. Регистрируются также факты укусов клещей, что грозит опасностью заражения крымской геморрагической лихорадкой. Ситуация с укусами продолжает оставаться крайне-крайне-крайне напряженной. Поэтому информация такая к главам, что все это имеет быть у нас уже. На планерном совещании говорилось об активизации работы по обкосам и ямочному ремонту дорог к заключению договоров на вывоз ТБО. Также было доложено о выполнении поручений главы по текущим ремонтам домов культуры в сельских поселениях. Все главы поселения выработали свои карты. Когда они что ремонтируют, движение пошло нормальное. Особенно хочу сказать спасибо Екатериновскому поселению. Сдвинули мы точку с места. И сегодня на слайде будут показаны те результаты, которые достигнуты. Достигнуты будут по этим мероприятиям. Была заслушана информация о поддержке начинающих фермеров и ситуации в сельском хозяйстве. Сильные дожди тормозят завершение сево-пропашных, мешают уходным работам. Выпадающие осадки, конечно, вносят коррективы. У нас приходится частично, есть уже такие факты смыва. Будем немножко списывать населенных, подсужечек посмывала. Некоторые просто перекультивируют все, потому что кто поселил ради сроки, особенно фермеры, погнали за сроками посели, теперь лист не могут обрабатывать. Сейчас пересеваем. Но это текущее, здесь ничего такого нет. А вот по выпадающим осадкам посмыву, конечно, тут придется списывать. В завершении совещания глава призвал руководителей поселения определить круг текущих задач, которые надо решать в плановом порядке. Моя позиция, она будет неуклонна. Я буду идти этим путем, поскольку оценку, которую дают нам жители, это оценка нашего правительства. Понимаете? И я не могу допустить, чтобы это было как-то качнуло в какую-то сторону, и это было неуправляемо. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премеуси». Минувшую субботу, 28 мая, в поселке Матвеев-Курган в парке УБТР состоялась масса мероприятий в честь Дня Пограничника. Каждый год, 28 мая, личный состав пограничных войск Российской Федерации отмечает свой профессиональный праздник – День Пограничника. Сегодня в обязанности пограничной службы входит не только охрана границ, но и защита интересов государства. Мы выражаем благодарность всем, кто выполняет благородную миссию «Охраняет границу», осуществляет борьбу с терроризмом, контрабандой и другими преступлениями на границе. Это большая честь сегодня видеть вас здесь, всех вместе, кто служил, кто служит, кто будет служить, защищать границы нашей Родины. Необъятная граница, но очень всем привлекательная. И в этом плане я хочу сказать, что пусть отдыхают спокойно, потому что у нас есть пограничники. Есть вы, дорогие коллеги, которые профессионально несут, несли и будут нести свою службу. На страже наших рубежей наши прекрасные пограничники. В этот день мне хочется пожелать вам, конечно, здоровья и благополучия. И кто одел зеленую фуражку – это на всю жизнь. Большое вам спасибо за ваш долг, за защиту Родины. Пускай у вас будет в семьях мир, покой, добро, тепло. И мы никогда не слышали взрывы войны. В связи с 98-й годовщиной образования пограничных войск отличительным знаком гордости Матвея Курганского района были награждены Николай Яновский, Геннадий Корнауф, Юрий Печерский, Юрий Дзюба. Также были уручены приветственные адреса за активную помощь в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы. Этот праздник особенный для всех тех, кто служил на государственной границе. И, как говорят, бывших пограничников не бывает. Поэтому сейчас сюда пришли те, кого позвал или долг службы – это действующие пограничники, или люди пришли по велению своей души и по воле сердца. Заместитель председателя общественной организации ветеранов ограниченной службы Иван Брянцев вручил медали за службу на границе Василию Кравченко, Сергею Севоплясу, Анатолию Хрипуненко. Защита границы – одна из самых ответственных и трудных задач, и во все времена пограничники не раз доказывали верность своему воинскому долгу, порой ценой своей жизни. Прозвучал троекратный залп, и под звуки метронома прошла минута молчания в память о тех, кто ошел навсегда в свой вечный дозор. В честь ветерана патриотические песни исполнил Александр Алпатов. Официальная часть затем плавно перешла в неформальное дружеское общение. 30 мая выпускники сдавали самые массовые игры основной волны по русскому языку. Наша съемочная группа побывала на экзамене. Государственные испытания по русскому языку для выпускников района проходят в Матвеево-Курганской школе номер 3. В них примут участие 192 выпускника. Школа готова, все аудитории готовы, штаб, все работает, камеры включены. И, естественно, чтобы дети не волновались, желаем им ни пуха, ни пера назначи экзамена. Ну и, конечно, самое главное, чтобы не растерялись во время написания этих хакимов, контрольных вопросов. И, конечно же, получили достойные баллы. Примерно в 8.30 возле школы начали собираться нарядные и слегка взволнованные мальчишки и девчонки. Как сказал бы герой фильма «Операция И», ЕГЭ для меня всегда праздник. А для Насти Сорокиной праздник вдвойне. У нее сегодня еще и день рождения. Радости, наверное, в день рождения, думаю, надо испытывать радость. Не знаю, экзамены, ну, все экзамены сдают, что-то такое, не знаю, обычное, не знаю, что сказать, если честно. Волнуешься? Да не особо. То же самое, контрольное, просто сидишь под камерами. По словам школьников, экзамен – дело серьезное и ответственное, но поводов для уныния у них нет. Хотя степень волнения у всех разная, но большинство ребят имеют оптимистический настрой. Ну, русский язык – это, наверное, не тот предмет, по которому мы будем все волноваться. Наверное, самое волнующее – это математика профиль. Все остальное – нормально, мы к ним готовы, мы в этом уверены. А так, экзамены как экзамены. Нас уже за два года приготовили к тому, что мы будем сдавать и где мы будем сдавать, поэтому все будет хорошо. Есть волнение, потому что мы все к этому очень долго готовились. Многие даже боятся, но бояться не нужно, я думаю, мы все сдадим. У нас, в общем-то, сегодня важный день, потому что если… Ну, сейчас от этих экзаменов у нас многое зависит, конечно. Но я думаю, мы все сдадим, хоть и немного переживаем, но это нормально. Я думаю, без волнения, наверное, было бы и хуже. Ну, мы все вспомним. Я думаю, что учили каждому, я думаю, под силу сдать экзамен, потому что кто в школу ходил, думаю, все получится. Ну, надеюсь, что сдам, конечно, но есть большие переживания, опасения все-таки. 11 класс как-никак, но не зря же мы 11 лет учились в школе. Сейчас волнуемся, конечно, перед экзаменом, потому что все-таки как-то боязно, когда ты пишешь пробник, это одно, и то волнуешься. Но я сейчас уже написала литературу, думаю, что написала успешно. Это мой второй, я уже не так сильно волнуюсь, но все равно волнение присутствует. Эмоции, наконец-то это наступило долгожданное время, когда ты готовился целый год и должен показать здесь все свои знания за 11 лет. Хотя готовился полгода. Ощущение, ну, чуть-чуть боюсь, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. И что еще можно сказать? Хочу пожелать всем, чтобы все хорошо написали и поступили туда, куда хотят. Вот я хочу поступить туда, куда я хочу. При входе в школу традиционно проверка документов и проход через металлодетектор. Более тщательная, чем в прошлом году, индивидуальная проверка. Лешка, выйдите. Что у вас там? Ничего. Ничего. Более. А, на юбке. Пока нам не дали честно. Попробуй. Смирю. 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 Все запрещенные предметы необходимо оставлять на столе дежурного. Но даже если выпускнику каким-то чудесным образом удастся пронести телефон, он не сможет им воспользоваться. Интернет и мобильная связь будут недоступны. В этом году 100% пунктов оборудованы глушилками, подавляющими сигналы мобильных устройств. У входа в аудиторию у ребят еще раз проверили паспорта и назвали закрепленное за каждым место. 55, 689, 1А. Место. Покажи, где мы есть. 1А. Так, следующий. Гикарев. Гикарев. Ну вот, все заняли свои места. За 10 минут до начала экзамена проводится инструктаж. Ребятам еще раз напоминают о соблюдении всех правил во время проведения экзамена. Во время проведения экзамена запрещается также выносить из аудитории письменные принадлежности, разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. В случае нарушения порядка проведения ГИА вы будете удалены с экзамена. В случае нарушения порядка проведения ГИА работниками ПП или другими участниками экзамена вы имеете право подать апелляцию о нарушении проведения экзамена. А время пребывания журналистов в пункте проведения экзамена к моменту начала самого экзамена истекло. Так что, пожелав всем сдающим ни пуха ни пера, мы удаляемся. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премеусье». В Матвея-Курганском центре детского технического творчества прошла отчетная выставка продажи «Творческий калейдоскоп». Эта выставка – настоящая карусель, объединенная в одно целое неземной фантазией авторов, детей, которые живут с мечтой о красоте, добре и радости. В районной системе детского технического творчества занято 782 учащихся. Всего насчитывается 46 объединений, преимущественно технической направленности. Традиционно в конце мая подводятся итоги. Ребята демонстрируют то, чему научились за учебный год. На выставке размещены работы учащихся из объединений «Резьба по дереву» и «Декоративно-прикладного творчества». Мы очень рады, что многие дети нашли себя, нашли свое увлечение, свое любимое дело именно в нашем учреждении. Целый год мы вместе трудились, учились, отдыхали, веселились. В общем, жили очень интересной, насыщенной творческой жизнью. В этом году обучение в Центре детского технического творчества закончили 83 человека, в том числе 42 с отличием. В Большом зале на сцене состоялось награждение лучших учащихся, вручение свидетельств выпускникам и благодарности их педагогам. Орлов Андрей, Погорелов Антон, Репко Даниил, Танаян Арсен, Черчага Юрий. Эти ребята неоднократно защищали честь нашего Центра детского технического творчества, честь района в областных соревнованиях по авиамодельному спорту. Также грамотой награждается Романенко Николай Николаевич, педагог дополнительного образования, за высокий профессионализм, самоотверженный труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. С приветственным словом и к тем, кто уже закончил обучение, и к тем, кто продолжит его в будущем году, обратилась председатель местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Грунтовская. Я точно знаю, что будущее России ждет очень-очень хорошее и счастливое с такими творческими детьми. Дети, любите свою Родину, дорожите своей Родиной и будьте счастливы. Праздник детского творчества продолжил небольшой концерт, в котором выступили участники художественных объединений. Звездою станет просто, но хоть немножко я, быть так хочу, похожей на тебя. Мне бы только дотянуться до небесной высоты, чтоб вновь кем прикоснуться и мерцающие звезды. Мне бы только, мне бы только, мне бы только века, стать бы звездочкой, похожей на тебя. Затем участники и гости мероприятия переместились на центральную площадь, где состоялись показательные выступления картингистов и авиамоделистов. Это зрелищное мероприятие привлекло внимание многих юных зрителей, которые наверняка в будущем учебном году пополнят ряды учащихся Центра детского технического творчества. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиуси». Волна выпускных утренников прокатилась и по детским садам района. Наша съемочная группа посетила праздничное мероприятие в Ряжетском детском саду «Золушка». В празднично украшенном зале собрались родители и почетные гости. Приглашая маленьких выпускников, ведущие каждого из них представили, о каждом сказали добрые слова. Матвей наш любит рисовать, взрослым любит помогать. У него талантов много. Пусть будет у него светлая дорога. Сукач Матвей. Ответственный, исполнительный, будущий инженер. Будущих первоклассников поздравляли с наступлением нового школьного этапа в их жизни. А воспитатели и все, кто принимал участие в их дошкольном воспитании, благодарили за труд. Выпускники детского сада к школе готовы. В подаренной детям книге знаний все же не хватало несколько страниц. Для того, чтобы их восполнить, они отправились в импровизированное путешествие по странам и континентам. Субтитры создавал DimaTorzok Воспитанники справились со всеми заданиями, показав, какие они взрослые, талантливые и умные. Задорный праздник с песнями, танцами, играми и конкурсами прошел на одном дыхании. Среди почетных гостей были учителя будущих первоклассников, директор школы и глава ряженского сельского поселения. Поставили вот так ручки и повторяем за мной. У оленя дом большой, он глядит в свое окошко. Зайка по полю бежит, дверь ему стучится. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Зайка, зайка, забегай, лапу мне давай. Разучив с детьми веселую физминутку, Галина Бухтиярова пожелала им легкой учебы и подарила наборы для уроков рисования и труда. В этот день ребята получили много подарков и напутствий, а потом, как положено на всех выпускных, дети станцевали прощальный вальс. Песня. 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 В заключении праздника по традиции в небо полетели воздушные шары, и каждый унес с собой заветное желание. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиуси». 1 июня отмечается Международный день защиты детей. В этот день в Матвеампургане прошло множество мероприятий. Одно из них – театрализация сказки «Золушка» в районном Доме культуры. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, взрослые! Я – добрая фея. Я очень рада нашей встрече. Тем более повод сегодня – замечательный день защиты детей. Утреннюю программу праздника, посвященного Дню защиты детей, открыла сказочная фея. Она пригласила на сцену главу администрации района. Александр Анатольевич поздравил юных граждан с праздником и призвал их оказывать посильное влияние на демографическую ситуацию. У ребенка всегда должна быть мама и папа. То есть семья. А еще что должно быть у детей в семье? Братик или сестричка должно быть. Потому что тяжело быть в семье одному ребенку. Ну, согласитесь. Ну, это ж не поговорить, не поиграть. Правильно? Поэтому у кого нет еще братика или сестрички, придите и скажите родителям. Хочу сестричку и хочу братика. Договорились? Подарок маленькие зрители получили спектакль по мотивам сказки «Золушка», которую знают и любят все с детства. С замиранием сердца дети следили за судьбой главной героини. Мачеху и сестриц пригласили на бал, а меня нет. С ним будет танцевать принц. А обо мне он даже не знает. Это очень вредно, не ездить на бал, когда ты этого не заслуживаешь. Конечно же, благодаря доброй фее Золушка попала на бал и встретила там принца. Несмотря на козни и препятствия, которые чинили зловредные родственники, добро восторжествовало. И все закончилось так, как и должно было закончиться. Как мы в жизни улыбались и печали, мы их сегодня позабыли, потому что посвящались навсегда. После спектакля возле Дома культуры детей ожидали игры, конкурсы, аттракционы и другие развлечения. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиусе». Это пока вся информация. Эти и другие новости вы сможете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Желаем хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok